У человека, чтобы стать алкоголиком, нужно пиво 10-15 лет, чтобы стать ребенком в огромном алкоголике, достаточно полгода до года. Полгода до года. Пол-литровой бутылки пива содержится 50 граммов спирта или 125 граммов водки. Вы представьте себе, выпивая бутылку, две идущие в школу из школы, 250 граммов спирта, там водки. Выпивают дети с этими фактами, страдает психика, причем страшно страдает, не сформировавшая, не устойчивая. Вот вам агрессия, то, что сказали предыдущие. Что делает Соединенные Штаты Америки? США-подросток, выпивающий две бутылки пива в неделю, ставится на срочный. Вы пройдите, пожалуйста, сюда. Пожалуйста, вы вас убедите, но только вы замешаете уже сколько минут. Места впереди есть. В Соединенных Штатах Америки, выпивающие две бутылки пива в неделю, ставится на учет как потенциальный наркоман. Две бутылки пива – это уже сигнал в Соединенных Штатах на то, что это будущий наркоман, употребляющий героиню. Это заботится нация о своих делах. Из опыта этих стран, Всемирная организация взрывохранения, имеет строгую научную теорию, принципы разработанные, нарушать которые нельзя. У нас в стране все эти принципы от первого до седьмого, все нарушены катастрофически. Вот с чего надо начинать. Правильно подняли вопрос о родителях. Да нельзя они иметь закон о родителях. Мы еще 40 лет назад, 50 лет назад, я говорила, самая сложная проблема в школе – это работа с родителями. Я думаю, подтвердят, чем старше практику имеют, тем больше подтвердят. Поэтому закон о родителях. Мы обществим, вот этот вопрос, почему сегодня это коллективный разум, это выработка совместная, и будем передавать в парламент это требование. Тем более в парламенте комиссии по делам молодежи, семьи и школы работает заслуженная учительница Украины, депутат народный Самолик Екатерина Семеновна. Она очень, это, и ждут наших коллективных мыслей по этому вопросу. И мы будем очень рады, если город Николаев будет инициатором в этом вопросе. Это очень большое дело. Посмотрите, из опыта работают стран по тому, что у нас не делается. А раз я говорю, не делается, то значит надо делать. Раз не, убирать это не. Смотрите, любое употребление алкогольных напитков подростками в России, в Европе, США и в других странах категорически запрещено нам изучать. Пить на улице, это считается серьезным правонарушением. Россия готовится поднять порог продажи пива до 21 года, не 18 лет. 18 и 21 это очень опасный возраст. Когда психология, уже 21, у нас стойкая психика и невосприятие. Поэтому до 21 года, это очень важно нам понимать этот вопрос. В Белоруссии штраф за продажу пива несовершеннолетних эквивалентен 160 долларам. Вся Европа, Россия, США, детские граничные места, где можно купить алкогольную продукцию и ее продажи. Полиция за этим ведет строжайший контроль. Сейчас мы переходим в то, что мы добились за два последних года от городского совета. В том, что пиво было алкогольным, признали. Мы первыми одними из украинцев. Все-таки мы добились этого. Вот недавно, в конце года, в сентябре, мы добились нового постановления, сессии горсовета. О том, что 50 метров от забора школы обнижили. Школьная. Но это ничего не решает. Я сейчас изучила эту проблему. Уже время было достаточно после понятия, что как были пивные резервации около корректиостроительного университета. Как были пивные резервации университета Сухомлинского. Посмотрите, сидят. Ведь студенты там поголовно. Как были резервации там у других школ, эти пивные, алкогольные. Не решаются. Поэтому роль наша с вами, гражданская позиция. Мы с вами в ответе за то, что делается около нас. Мы с вами вас родители привлекать к этому. Поэтому мы предлагаем, и общественность, опрошенных более 5000 человек, горожан, пришли к одному выводу. Поэтому хватит этих гильдымов, или как их там, через которые уже спотыкается, идет человек на работу и сработает. Пора все перенести в громадное количество супермаркетов. Торговля только в супермаркетах. Их назначение учить культуре, потребление и все остальное. Это очень важно. Поэтому мы тоже обращаемся к родителям, к учителям с просьбой поднять этот вопрос. Мы должны и этого добиться, чтобы супермаркеты были не средством, извините, больше не буду говорить чего, а были средством, помогающим воспитанию в борьбе с этим алкоголизмом. Посмотрите следующий важный материал, который мы должны поднять. Мы должны поднять. Нужна большая программа по борьбе с пьянством. Что делает уже Россия? Когда я прослушала лекции с данного курса, есть уже целые 8-часовой... Простите меня, я возьму на дыло. Ой, прослушайте меня. В 8-часовой курс лекций заново. И такие говорят, что я не могла корваться в 8 часов от того, что делают люди. Профессор. Дальше. По прочитанным, этих прочитанных лекций в России я заканчиваю уже 1 миллион. 1 миллион лекций идет ликбез. Как был, вы знаете, в истории России после ликбеза к каракетам в кусту. Я уверена, если мы продумаем серьезно с использованием технических средств, возможных данных, работа индивидуальная с детьми, коллективная, с родителями, мы достигнем определенных успехов. Ликбез сейчас идет в России. Студенты, всем читаются, школьники, на предприятиях. Все охвачены этими лекциями. Потому что эту проблему частично нельзя решать. Она должна решаться в массовом таком, используя средства массовой информации. Мы будем после этого, я не знаю, что заседание, встречаться с управлением. Мы будем отрабатывать конкретно там, по работе со средствами массовой. Добиваться будем перед городом 2 часа в месяц на телевидение, чтобы отражало. Причем будем участвовать. И мы, педагоги, не просто что придумываемся. Это мощнейшее. Посмотрите, мы же не используем то, что Богом свыше дано для этого. Будем обращаться в парламент по закону о родителях. Значит, предложение переносить только в супермаркеты. Никакого нарушения прав частных предпринимателей не будет. Просветительская программа, обращение в парламент и выработка собственной государственной позиции. Отступать некуда. Позади беда. Отступим, пропадем и сами. Решили боги создать мир. Долго думали боги. Создали землю, создали планеты. Создали красоты земли, которой они гордились. Но как сохранить все это, задумались боги. И собрал старший бог на форуме всех богов. Что же сделать? Создали человека. Как сделать, чтобы человек был счастлив? И придумали они истину. Куда же спрятать эту истину? Счастье. Нашедший истину человек будет счастлив до конца мира своих. И придут старший форум, идет, как мы сейчас. Слово взял младший бог и говорит, давайте спрячем. В самой далекой звезде человек не найдет эту истину. Будет долго искать. Всю жизнь будет в поисках, стремлений, страданиях, в поиске, чтобы стать счастливым. Слово взял средний бог. Да нет, сказал он. Спрячем там подводные пучины, темные, шумные. Уже туда человек уже никогда не доберется. Долго не доберется. Долго спорим. И слово взял, как всегда, старший бог. И сказал ему гречи. Спрячем-ка мы истину глубоко-глубоко в человеческое сердце. И никогда человек не догадается, что истина, бог, счастье в нем, в самом. Давайте выйдем к этой истине спасающей. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.